Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Япи Сайко. Микрофон, тварь такая, мешаешься мне. Почему ты мне мешаешься? Ладно, не обижайся. Запиши мой голос хорошо, чтобы люди радовались. Короче, сегодня я планировал записать другую игру, но не успел с монтажом. Точнее, выложил другую игру, но поэтому выкладываю вот это. Вот это. Но я думаю, что вы не против, да? Если вы против, то что с вами не так? А, да, мы же с вами запоролись и теперь придется пройти огромную кучу просто контента игрового. А вот просто так. Хотя для нас это шанс. Это хороший шанс, чтобы спасти всех. Всех мумий. Кто я? Первая мумия в подсобке. Это Ирина. Да. Хорошо, спасли. Да, я понял по вашим комментариям, что мне нужно было в тот момент, когда ведьма за мной охотилась смотреть на мумии, на их раны и так далее. Но, блин. Опять же, я играл в первый раз. Сколько вот раз надо объяснять всем умникам, которые уже тысяча раз все посмотрели, прочитали. Типа, такие знают, где что надо делать. Вы бы первый раз, когда играют, тоже бы ни хрена не сообразили. Только если случайно. Ой-ой-ой. Типа, ну откуда я могу знать? Откуда я могу знать, что произойдет в игре дальше? Соответственно, если я не могу знать, то я не могу и обращать внимание на детали, которые не кидаются тебе в лицо. Так, здесь заперто. Хорошо, давайте я добегу до следующей мумии. Сделаем склеечку. Вот в клубе Мистерия я не знаю, кто это. Я знаю, что это точно не Джена и не Инней. Джена и Инней. Марта? Есть! Фу. Хорошо, дальше пошли. Кстати, у меня идейка. Давайте пойдем к Гоблину. Нам же можно сюда прийти. Пообщаемся с ним. Мистер Пастинак. Я видел ее. Кого? Ведьму. Извини, парень. Хочешь сыра? Он всегда помогает. Вы получили ООО, спасибо. Спасибо. Что ты собираешься сделать? Я не знаю, я растерян. Почему? У меня такое чувство, что я больше ничего не могу сделать. Я думал, что нашел решение проблемы, но в мгновение оно развалилось. Все кончено. Если что-то сломано, то есть одно простое решение. Что? Почини это. Есть способ исправить все. Если ты знаешь, в чем поломка, то по проблемам решено, нет? Да, наверное. Но где можно починить? Стой. Хорошо, что сюда пришел. И Т. Я уверен, что Доши может починить Синтру. Спасибо, мистер Гоблин, ты гений. А давайте-ка здесь походим. Мы никуда не... Вот оно, вот оно. Что ж. Еще один чел, который я не знаю какой. Сколько у нас осталось там вариантов? Итак, кто я? Я знаю, что Тони это чувак, который был в комнате с коробками. То есть тут, по сути, три варианта. Я не знаю, какой из них правильный. Иней. Черт. Скорее всего, тут Джена. Неужели это Кейт может быть? Вряд ли. А, мы дальше не можем пойти. Вот отстой. Я думаю, мало ли, на кладбище можно будет прийти снова. В тесте на повышение точно Тони. Окей, в принципе, я все прошел. Теперь идем туда, где мы с картинами запарывались. Окей, давайте засейвимся здесь. Чтоб теперь всю эту фигню не проходить в тысячный раз. Да, одного человека мы просрали. Но ничего страшного. С кем не бывает. Иногда людей просирают. Нам нужно на восьмой, на девятый этаж даже. Кстати, десятый этаж еще есть. Видите, у меня бумага, отлично. И еще крыша. Окей, давайте. А, блин, крыша заперта. А вот десятый этаж заперт. Ой, блин, что это? Хьюго! Офигеть! Пастернак! Ты смог узнать величайший секрет Синтеркорп? Настоящую личность супер-жабы. Я не знал, что он супер-жаба. Смотрите, а он тут все вытер, оказывается. О, навел уборку в новом офисе, да? Это я, Хьюго! Ты шокирован? Ты этого не ожидал? Странно, при том, что на вечеринке я ему прямо сказал, что я знаю, что это он. У него раздвоение личности. Хотя нет, он же сейчас говорит, что он Хьюго. Я хочу поговорить с тобой. Конечно, можешь рассказать мне все свои переживания и предложения. Исполнительный директор всегда рядом, чтобы помочь работникам. Ну? Ты не мог бы слезть со стола? Хо, что за дурак? Я хочу знать. Стой! Ты еще не напился? Ты говоришь очень обидные вещи, когда напьешься. Нет, я не пьян. Я хотел узнать, зачем ты меня оскорблял. Ты мешал мне все это время, куда бы я ни пошел. Что я тебе такого сделал? Послушай, Брайан, я буду с тобой честен. Я знал, что ты был охотником, и это могло помешать моему повышению. Я пытался пойти легким путем. Я сказал тебе не воспринимать работу всерьез, что ты должен был просто бродить по зданию, как все остальные. Но оказалось, что ты слишком уперт и продолжал поиски. Поэтому я и пытался убрать тебя с пути. Хорошее оправдание. Я не понимаю, как ты связан с ведьмой? Ой, чувак, ты частный детектив, что ли? Успокойся, чувак. Мне не нравится это. Без ведьмы я не смог бы продвинуться так далеко. Я бы подавал ей жертв на блюде, отправлял бы к ней людей, пока это способствует моей цели, конечно. Но как она тебя еще не убила, учитывая, насколько она опасна? Ну, у меня есть пару приемов. Ты слышал о человеке по имени Корво? Конечно, слышал. Он рассказал мне все, что я должен был знать, чтобы поладить с ведьмой. Я видел тело Корво в отравленном бассейне. Ты убил его? Кстати, вероятно, потому что если он задружился с ведьмой, то выгоднее убрать охотников на нее. Ты видел, насколько у меня толстый зад? Я никогда не смог бы никого убить, Брайан. Это делает ведьма. Не делай такое лицо. Я работал ради этого много лет, понимаешь? Ты. Я проработал здесь всего день и все, что ты сделал. Я не могу представить, скольких людей ты погубил за все эти годы. Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя. Как же все те люди, что пришли опраздновать сегодня твой день рождения? Конечно, тебе наплевать. Пошел нахрен отсюда. Круто. Я не эгоистичнее тебя. Весь день я видел, как ты совершал поступки только ради себя. Это неправда. Ты пришел сюда, поджав хвост, чтобы я почувствовал себя виноватым. Класс G, бедняжечка. Но попасть прямо на пятый этаж в компании мирового уровня... Не моя вина в том, что я принадлежу к низшему классу. Кроме того, компания использует бедных людей вроде меня в качестве наживки для ведьмы. Все нас! Что? Все в компании наживка. Не только ты. Брайан Пастернак. Всех нас, наверное, это было. Не всех. Не все нас. Тебе повезло, что у тебя есть фамилия. Ты знаешь мою фамилию? Я и думал, что Хьюго. Хьюго не моя фамилия. Это даже не мое имя. Когда ты родился в классе R, они просто дают тебе номер. То, что у людей есть фамилия, это означает, что у них есть семья. Они видели своих родителей. Это привилегия. Ты из класса R? Какая тебе разница? А зачем ты так говоришь про это? Я не знал этого. Потому что я не говорю об этом направо и налево. Но эй, однажды, если ты захочешь выпить чашку кофе со мной, я могу рассказать тебе о всем дерьме в моей жизни до того момента, как я попал сюда. Давай напрямую, Пастернак. Ни у кого нет больше прав растоптать других, чем у меня. Никто в компании не заслуживает эту должность больше, чем я. Никто, Брайан. Я даже голос потерял Хьюго, я каким-то другим голосом его немножко озвучиваю. Что ж, еще что-нибудь? Эм, нет. Отлично, тогда ты уволен. Что? Почему у меня это парит? Я могу просто свалить отсюда, и все. Несмотря на то, что мы разные, я согласен с тобой, Брайан. Тинтракорп не должна нанимать случайных людей, чтобы они попытались схватить ведьму. И я собираюсь покончить с этим. Меньшее, что я могу сделать для тебя, дать тебе приказ об увольнении и отправить тебя домой. Не этого ли ты хотел сбежать из кошмара? Да, конечно. Возьми. Вы получили приказ об увольнении. Ох, это способ получить другую концовку. Ааа, факт, надо срочно сохраниться здесь. И обязательно перепройти вот с этого момента. Просто спустись в лобби и выйди отсюда, так же, как и пришел. Ох. Кайф. Почему ты все еще здесь? Все кончено, Брайан, ты можешь идти домой. Просто спустись в лобби, окей. Молодец, хорошо поработал. Он причем сам это все делал, да? Зачем эта компания ему? Ну-ка, если мы включим. Нравится? Так и оставим. Круть. Офигенно. Все еще закрыто. Ладно. В скейт мы там не пересечемся, к сожалению. чёрт меня твою мать как неаккуратно евгений как неаккуратно часть у нас полно жрачки съесть где-то тварь ползучая я бы на бы на бы сохраниться где-нибудь кстати у нас здесь есть возможность сделать я здесь нету его надо спуститься ниже да конечно обидно просирать видим на бумагу на это но чё поделать хватит мерцать еще ниже что ли стоит ли мне сделать фотокопию своего лица с помощью видимой бумаги да давайте сделаем а может и не стоило делать не знаю фотокопия души выполнена папа папа а я сразу и не заметил это это жутко 9 ну давайте ребят давайте попробуем решить эту загадку мы следующий раз пойдем вниз в лобби сейчас это не не интересно мне совсем использовать я отойду в угол очевидно что нужно эту ведьму эту женщину возможно она и ведьма ее нужно вот на ту отдельную картину затащить здрасте 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 да мы тоже все говорили дайте мне пожалуйста билетик брошюрка выставка кровь дьявола художник сугуру танака а вы посмеете посмотреть на проклятую картину дамы в красном спасибо значит дама в красном должна быть перемещена она вот сейчас и сильно не посмотрим будет по бабу поэтому мы hop есть и переместиться она дальше вовсе не сюда кстати говоря синтра а да это мы все помним это болтали хорошо попробуем ты здесь женщина в красном тебя здесь нету она наверняка вот тут будет да только погодь 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 а почему сейчас эта ленточка она не порванная почему-то я что-то изменил это из-за того что я пошел с хуга болтать хорошо да взяли квадрат красный коктейль и помню я пил его или нет на вкус он странный но похоже что я восстановил силы блин написали бы хотя бы что он пахнет здоровьем обидно хорошо давайте перемещаем ее а вот вот она вот теперь хорошо куда она переместилась выше ленточка порвалась как мои действия с этим связаны и зависит ли от того какую я картину юзаю возле этой женщины в красном возможно это имеет значение посмотрите есть как я сейчас заюзал вот это который называется новые обожатели и женщина в красном переместилась судя по всему обратно да она переместилась обратно хорошо а если я выберу вот эту картину которая называется он был единственным кто говорил с ним долгое время она исчезла переместиться ли она в то же самое место на тот же ряд или нет здесь я по-любому нету то есть по сути она должна быть нет ее здесь нет она будет вот тут хорошо давайте попробуем ее вот сюда он прибывает на место назначения и она переместиться и надо будет просто запомнить ее путь да вот она пришла сюда хорошо давайте вот эту попробуем оливер смогли ли мы переместить ее да кто это а этот чел удивительно у меня появляются мурашки каждый раз когда я вижу это грех любоваться такой красотой вы можете начать что я должен начать мне понравилось то что вы сделали на прошлой неделе вы принесли крюки и еще этой вкусной крови может вампир что ли он думает что я другой чел который носил и знать и вот эту маску изначально что извиняюсь я просто шутил кстати кто вы такой меня зовут пастернак вы тот любитель вечеринок как у вас дела вам нравится выставка более-менее что вам больше всего понравилась синтра ммм синтра вы имеете ввиду андроида не так ли подождите секунду что что оу ааааааааааааа это действующая модель летает тебе это уникальная деталь Не только потому, что она одна осталась в целости, но и потому, что, судя по серийному номеру, ее сделали самой первой. Она служила образцом для других андроидов. Она как-то вылетела сама из той стеклянной витрины. Ее никогда не показывали на публике. Ее нашли пару лет назад, она пряталась в офисе основателя компании. Папочка? Ого, ну и сюрприз. Она никогда об этом не говорила. Мне кажется, вы ей нравитесь, Пастернак. Как насчет сделки? Я дам вам андроида, если вы ответите на один вопрос. Какой вопрос? Почему она считает, что я ее папочка? Я типа что, может быть, я ее отец, который реинкарнировал? Он немного личный, но он очень простой. Хорошо. Я хотел бы знать, ради чего вы это делаете? Что вы имеете в виду? Пожалуйста, не думайте, что это вопрос с подвохом. Мне просто любопытно. Меня удивляют люди с решимостью в глазах, которые готовы на все ради достижения своей цели. Так что вы скажете? Ради чего вы это делаете? Ну, потому что я хочу, чтобы все было правильно. Потому что я хочу прикончить ведьму. Странный ответ, да, на самом деле? Потому что до этого, до того, как я пришел работать в компании, я даже и не знал о ведьме. И не мог хотеть никак убить ее. Я думал, что это будет просто работа в офисе. Но теперь я вот влек с этим, да. Все-таки это какой-то определенный человек нужен, чтобы быть таким же, как Брайан. Окей, окей, окей. Я понимаю. Но то, что вы говорите мне, ваша цель, ваше предназначение. А я спрашиваю вас, зачем вы это хотите сделать? Зачем вы так стараетесь? Почему вы не спрятались или не сдались? Я не знаю, ясно ли я выражаюсь. Какова ваша мотивация? Ради чего вы делаете все это? Потому что я хочу спасти своих друзей. Потому что я хочу сделать что-то сам. Честно скажу, что я не знаю, почему это делает Брайан. Мне кажется, что суть этого вопроса, этого диалога, он не спрашивает это у Брайана. Скорее, он спрашивает это у нас, у меня. И если отвечать мне на такой вопрос, почему я что-то делаю упорно и не сдаюсь, не поворачиваюсь назад, наверное, потому что я хочу сделать что-то сам. Понятно. Вы хотите доказать себе, что можете это сделать, нет? Самоулучшение, развитие личности. Это весьма эгоистичное чувство, вы так не считаете? Я полностью согласен, абсолютно согласен. Не поймите меня неправильно, я не буду вас осуждать. Я хочу упорядочить ваши чувства. Вы считаете, что убив ведьму, вы удовлетворите свое чувство? Но, извиняюсь, я знаю, что я заноза в заднице. Я как будто у психолога на приеме. Я хочу поблагодарить вас за уделенное время, Пастернак. Был рад поговорить с вами. Пожалуйста, возьмите андроиды с собой. Ну, это интересно. Если у вас нет нужды оставаться здесь, позвольте вас проводить до выхода. Знаете, это прикольно, когда ты ждешь какой-то эпичный босс-файт с каким-то ультра-мега-страшным монстром или еще кем-то. Ты в итоге получаешь просто беседу, от которой остаются различные послевкусия. И это даже более удивляет, поражает в игре и является настоящим поворотом, сюрпризом для меня. Чем если мы просто кого-то там, как будто задницу надрали. Иногда это место может дезориентировать. Сволочь! Ну вот, сволочь. Пойдемте, стой. Идите вперед, выход чуть ниже. На, естественно, эта штука свалила. Но почему это место может дезориентировать? Потому что не будет выхода? Все, на месте, все точно так же, как и было. По ровным счетам ничего не поменялось. Может и его подождем? Идите вперед, выходь на хэшу. Выходим. Что ж, похоже, что мне больше не нужен этот костюм. Что же будет, что же будет, что же будет? Приятно получить свои вещи обратно. Синтра, пошли. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Предупреждение о безопасности 2. Кража товаров из Синтра Корп. Но, но... Какие-то охранные системы сейчас будут задействованы. Ой, звук другой. Мама, 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 мама. Синтра освещает путь. Эта штука не будет подниматься сюда. Нам нужно прошумгнуть как-то. Ага. Окей, хорошо. Камон, камон, камон. Ух. Сейчас он будет бежать как батька. Какая стрёмная фигня. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Нам нужно к Доши. Этаж номер 3. Скорее, 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 скорее. У меня нету сейфки. Ааа, блин. Ага. Ладненько. Какая странная фигня. Какая странная... Странная охранная, блин, система. Фиг зайду. Ааа. Ой-ой-ой-ой-ой. Скорее, скорее. Блин. Нет. Нет. Ай-яй-яй, он за мной. Он бежит за мной. О, как я сориентировался. Как я смог обойти. Вот это я молодец. Доши, где же ты? Выжил ли он вообще? Нет его здесь. Она сама внедрилась в свое тело. Получилось? Дефрагментация данных. Опасность. Что это за змей? Где ты прячешься, дитя? Видимо. Я тебя вижу. Проснись, Рей. Впервые мы видим ее в... Привет, Синтра. Я Брайан. Видим ее в материальном мире. Ты помнишь меня? Брайан? Брайан Пастернак Ошибка дефрагментации, ошибка данных Уходи, Брайан Как? С тобой что-то не так? Уходи Уходи, оставь меня в покое Я не уйду Почему? Почему ты такой клёвый? О, блин Эй, отпусти меня Мы не на свидание или ещё где Извини Я просто рад тебя снова видеть, Синтра Это, естественно, было бы что-то другое Если бы я по-другому себя вёл Стой Ты знаешь, кто я? Меня зовут Пастернак Конечно, я знаю, кто ты идиот И хватит звать меня Синтры Так они звали моего отца Зови меня Рэй А, хорошо Я немного запутался Да, я тоже немного запуталась Я думаю, что кто-то скопировал мою память И поместил его в робота Итак, я имею ввиду, что ты девушка с фотографией Дочь семьи Не только У меня есть доступ к записям с интернет Поэтому я тебя узнала Ого, приятно с тобой выйти Наконец-то свобода Чего грустишь? Она изменилась, да? Другое О, вообще не другое Я видел ведьму Она забрала всех моих друзей Эй, погоди Не всех Кончай найти пошли Пошли? Куда? Чтобы покончить со всем раз и навсегда Пойдем поговорим с дом Домори? Домори? Ты имеешь ввиду с ведьмой? Хватит ее так называть Она настолько же ведьма, насколько ты охотник Но Ты знаешь, где она? Конечно, она моя сестра Она в своей комнате, как обычно Готов повидаться с ней? Yes, of course Давай покончим с этим Ого, приятно снова выйти Что? Ты выглядишь иначе, Брайан Что? За мной В своей комнате Сюда Иди за мной Они все Воу Итак Ведьма на втором этаже Там, где мой дом Точнее, где он был Это тот момент, когда все начали вдруг смотреть на нас Это круто Крутые фишки используют разработчики игры Мы просто привыкли за всю игру, что эти ребята на нас ни капли внимания не обращают Они просто суетятся А тут они останавливаются Таким образом подчеркивается Вот значимость этого момента Что здесь делают все эти доски Ого, насильно еще вдобавок Номер два Еще я не управляю Ты тут жила? Да Наверное Хотя Все немного изменилось Воу Что-то не так? Да Ты посмотри на эту комнату Я не знаю Брайан Жди здесь Я думаю, что мне лучше поговорить с домарой Домари Не знаю, как правильно произносить С домари наедине Окей Ладно Как хочешь Не люблю, когда что-то происходит за кулисами Когда я не вижу этого А Хорошо Здесь есть фотографии семьи Синтра Все они Здесь есть фотографии семьи Синтра Все они обуглились и почернили А также пахнет паленым Она опечатана Я не смогу пройти здесь Слушайте, ну Недолго мы так будем стоять На стене много бумаг с символами Рэй сказала мне ждать здесь Как-то у меня с ХП Полное Что, просто брать и ждать? Вот просто даже Не по- Что? Я уверен, что мы пришли отсюда Но Теперь там стена Ой Ой Это обман Меня заманили Блин Идем к ней Рэй Нет-нет-нет-нет-нет Что за говно? Что это? Это Пепелище От огромного костра Стена обгорела Как и вся остальная комната Это символ змеи Такой же символ Находится на ведьмных бумагах Оу Это ксерекс Но у меня нет бумаги Да Супер Вы получили Отлично, детка Да, детка Да, конечно С фоткой себя Хорошо Здесь у меня Нормальное лицо А это что за шнур Такой Шланг Здесь Конец пути Где может быть Рэй Если только Наверное Я могу прыгнуть в воду Хотя я не люблю плавать А, у меня же есть Контракт Я могу дышать под водой Может я могу зайти Немного в нее Лишь по щиколотке И посмотреть Ну конечно А что бы было Если бы мы не купили Тот контракт Вы получили Две батарейки По сути Я могу не париться Что Из этих труб Выходят пузырьки Но мне не нужен воздух У меня есть контракт Позволяющий дышать А, ну то есть Я вообще могу не париться Это как бы Я себе сделал такой бонус Это я молодец Два карандаша Еще понадобится Значит понадобится Будьте бдительны Ребятушки Дорогие ребятушки Дорогие телезрители Мои детишки Вы получили Один шоколадный батончик Помните Детишки Смотрите там Я вижу Что тут Там какая-то труба И возможно Можно протиснуться И получить Секрет Ась Афиг Не получится Ну ладно Бедные люди Как они здесь Оказались И давно Ли они тут Сода В Налево Или направо Давайте сюда Пусто Мне почему-то кажется Что где-то здесь Вот Скрыты Потайные пути Можно что-то Да Отыскать Давайте пробовать Ну а может и нет Но я бы сделал Будь я Ооо О май Даже не буду подходить К этой штуке Я уверен Она меня кацанет У меня полное здоровье Это редкость Два светящихся Я же просил вас Быть внимательны Друзья Мои Мои ребятишки Детишки Дорогие мои Телезрителюшечки Какого фига А? Вот что бывает Ааа Я так старался Ну раз уж я Здоровье-то кацанал Пойдемте Посмотрим Что это за штука Которая пульсирует Хуже не будет Ааа Почему вы меня не предупредили Выпить кофе Нормально Все будет хорошо Гребаные бомбочки Бесят меня Значит смотрите Подплываю Че-че Аккуратненько Ага Че есть Че нет Ничего О Какой-то Тоннель Не торопимся Карандаш Еще Ага Здесь у нас Нифига Уверен Где-то можно будет Заплыть в потайной Какой-нибудь проход Выше Ооо Мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо О нет-нет-нет-нет-нет Аккуратненько 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 Карадаш О, блин Тихонечко Тихонечко Опс Шмяк Аккуратней Пусто Пусто Ооо Здесь мы можем подышать В случае Если бы мы Не могли дышать Мы бы подышали Тут батончик Хорошо Здесь мы никак не протиснемся Но Мы же видели Вот он Вот он Потайной Сейчас мы дальше Поплывем А вот что И найдем Интересненькое Вот смотрите Вот там внизу Что это такое Вот мы сюда Хоп Видите? Интересно, да? Это же все Необычайно интересно Только Меня это никуда Не привело Матерфакер Там Трупак Лежит Кстати говоря У меня же есть Еще одна Кассета Которую Можно было бы Посмотреть В клубе Мистери Но я не знаю Попаду ли я Еще когда-либудь Давай Ну Поплыви Куда-нибудь Что за говно Что за Нафиг Вот Я же Прям Вот Вижу Что Нам Вниз Как-то Можно Давай Ладно Ладно Ребят Я попытался Попытался Как мог Нет Так Нет Не фартануло Я уверен Что я Мог Там Что-то Нарекать Сделать Просто Не знаю Я Поклацал Даже Клавиши Действия Вот здесь Вот очень О Щит О Щит Здесь пришлось Пожертвовать Нет Здесь можно было По-другому Сделать Фух Зачем Нормально Где я Что за сверчок Пуста Что это Значит Аппарат Не работает Так как Надо Ой А если Использовать Не работает Он так Как А Блевотный Дядя Уйдите Давай Пробуем Страница Пуста Короче Под водой Оно Нифига Оу Май Гад Мы же Получается Да Мы же Можем Прямо Тут Проплыть Среди Вот этих Кассет Неужели Нет Ничего Что Мое Мне Можно Было Посмотреть Нет Ай Да что ж Ты будешь Делать Я же Не подплыл Так Блин Да Блин Тихо Тихо Да я же Живу Я же Живу На инвентаре Простите Ладно Все бывает Все бывает Вот уже Второй выпуск Подряд Мы заканчиваем Гибели своей К чему бы Это все А В общем Ребят На этом Остановимся С вами Продолжим Долбить Эти Пещеры Подводные В следующей Серии В этот раз Точно Получится И заодно Зайдем В те места Которые Заплывем В те места Которые Не смогли Заплыть В следующем Эпизоде Огромное всем Спасибо С вами был Юджин И не забывайте Про лайки Не забывайте Про подписку На канал Если вы не подписаны Чтобы не пропустить Все прекрасные Угары Которые у нас Будут В этом Тысячелетии Да Тысяча лет Будет подряд Видосы выходить Так что Подписывайтесь Обязательно И не забывайте Про колокольчик С вами был Юджин Еще раз вам говорю И всем Пять Субтитры сделал DimaTorzok